кто дрищ салют ребята там звонок был что-то короче все что все сбилось здорово-здорово да вот так аварии происходит чё народ как дела чё по 140 баллов да это дерьмо я выкинул я чуть попробовал говно полнейшие то вообще мука какая-то блять они творог это вообще говнище выкинул сразу ничего а не пьющий вообще вот блять жесть какая марина пропала чё за марина чё за марина ребята да я домик деревне ям по 340 грамм пачки салам дагестан это так ради эксперимента взял я сразу понял что тут шляпа но я не знаю как логане но пластик такой да есть хорошие пластик под кожей а есть просто куски дубового пластика скрипит чуть да в инферно и из центра еду это самое но можно кожи обшить и все будет плаща огонь плячу такую хуйня блять пепел кожей можно делать этот пластик шумочку поставить да не до музыки сейчас пока не до музыки просто блять не некогда и на музыку надо кусков 200 выкинуть что-то как-то не на привет катюх ну да алька альтарой что-то в районе 100 там тысяч можно обделать торпеду и так здесь на шашлыки куда-нибудь на болото да на нем на речку я еду блять как это называется метро вон подо мной садовая для как как здесь серпуховская не все в коске тут добыл серпуховская наверно добрынка точно да ну серпуховская тоже здесь рядом на праздники какие планы качаться к родителям на дачу доеду может на чуть-чуть нету времени на онлайн игры я пол жизни проиграл в это дерьмо и больше не играю я сейчас в инферно еду качаться поработать и качаться к баночку ну а я все только не играла несколько лет в линейку играл на неофициальном сервере тогда еще официально она не было было очень давно dragon world назывался он на там все персонажи там были мы кстати владом рубились вот там героем бегал постоянно на все персонажи были выключены в десять окон играли блять в эту линейку на потом пару лет world of warcraft сидел там у меня тоже еще когда максимально 80 уровень был по-моему или какой там 70 какой играл в варкрафт у меня там охотник еще кто-то был выключены чем активировала бросить игры тренировки бизнес работа просто глаза открыл что помимо онлайн жизни есть еще реальная жизнь и надо в ней тоже что-то добиться не все же персонажи качать надо самому прокачаться он начал себя качать и и мышцы и себя и бизнес наши были сначала магазинчик я его просрал потом барчик с магазинчиком тоже там закрылся в люберцах клуб потом еще четыре бара потом тоже там продал потом другие открыл магазин еще три бара в алексе потом так все закрутилось времени просто не было на онлайн игры вообще просто тупо а знаете как то вот прошло несколько лет после этих игр я установил что-то не помню варкрафт или линейку поставил зашел и у меня прям какое-то отвращение я посмотрел на этих задротов которые там сидят которые живут в игре я охуел что творится то вообще все чем люди заняты человек день они в онлайн в онлайне живут они просто не в этом мире они в другом живут и там там свои правила там свои я дам дрищ блять я дрищ нахуй в онлайн игр меня там все пиздят и даже денег заряжать не помогает я кстати денег проебывал на херище на эти онлайн игр покупался там мячи кольца бля бежу хуи жутом ха я меня знаете все время бесило сленг это гулять пп ше там пошли на рб я вообще не понимаю чем они говорят это пипец вообще да я донатил я донатил танки тоже играл у меня русская ветка блять я вообще от прям с открытия танков играл где-то наверное год но мне тогда я работал мосэнерго день-ночь там я по ночам на ноутбуке сидел рубил на смене и да и днями и ночами вот там у меня брат двоюродный все короче там рубились на этом на этих танках меня русская ветка была выключена тогда из 7 по моему был объект объект 700 какой-то из 7 был тот до самых обновлений там вот дрочил короче сидел когда из 7 был десятым вот объект 268 до сейчас по он там уже больше чудо а 704 объект 268 это после уже добавил вещь от восьмого меня нет но у меня на все руки мастер настоящий мужчина должен уметь делать все одно дело в совершенстве не автомобильно-дорожный институт но я с этими автомобилями завязал имею ввиду мое это вот поэтому я работал мосэнерго у меня пятая группа в электробезопасности я очень 10 лет мосэнерго проработал на такой график был день-ночь там три дома то эти день отработал 12 смен следующий день дома потом еще в ночь 12 часов отработал и три дня дома трое суток то есть игра и не хочу ты на работе сидел там игрался и дома и ну и как-то постоянно пир параллельно все но тренером еще подрабатывал и чем-то барыжу вот вот до барыжился до того что там стали там магазинчики там бары открывать мне не служил в армии для какая здесь же пень вообще куда ехать что творится смотрите просто стоят гулять везде просто везде торчок стоят дочка у меня уже взрослая знаете что блин я не знаю как вообще бросить онлайн игры я знаю что это зависимость очень херово это адская зависимость но мне кажется нужно выйти в этот мир и заняться тем в чем ты начнешь добиваться какого-то успеха что тебя затянет если ты также начнешь прокачиваться в этом мире да в каком-то деле нужно найти себе интересное дело в реальном мире да хотя бы даже тренироваться и ну лучше конечно еще чем-то заниматься таким что тебе нравится что приносит какой-то доход не надо гнаться за большими деньгами не всегда батя учил заработать сначала научись зарабатывать сначала маленькие деньги а потом заработаешь большие всегда вот начните с чего-нибудь пусть это не будет приносить там большого дохода но вы должны видеть перспективу чтобы это дело было перспективное с нуля вот явно это не работать на кого-то за зарплату аж сейчас много чем можно заниматься голову просто включить и это должно вытянуть из онлайна если у вас начнется получаться в реальной жизни чё-то 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 делать что-то добиваться и вы забудьте пройти онлайн мне сейчас не до онлайн и я бы с удовольствием сел я раньше блин когда задротил мечтал там о хорошем компьютере мне сейчас и ноут и домашний он сейчас собрали суперкомпьютер на которых там не не знаю посрешься блин играть в любые игры но мне это нахуй не нужно я я чисто для видео там взял кстати видео монтировать один кайф вообще вот чему обучался монтажу видео мне показали там выйдет несколько остальное с учета я не знаю я там ю тубе посмотрю ролики какие-то ну и так потыкаю у меня на русском языке он на половину переведен там криво там более-менее понятно то есть на уровне там лепите ролики какие вы видите имя этого вполне мне могу и покруче сделать но для того чтобы делать крутые ролики там надо снимать с двух камер хотя бы надо надо писать сценарий я уже прихожу к тому что если хочешь интересный ролик надо писать сценарий чтобы по сценарию отснять материал а потом уже по сценарию смонтировать просто так снимать как я это называю я так называю прямолинейно да просто то что видишь то и снимаешь с одной камеры и но отчетом монтировать выкинул на timeline куски обрезал их музыки подкинул все вот вид из хаммера как да вот он вид грузовик какой-то стоит передо мной вот он вид более сколько места ой блять так что видосы ну на гоу прошку два видоса у меня снята последний видос это на китайскую на тайскую камеру которая в тайку пил за 3000 рублей как гоупро не знаю как не могу понять то ли освещение такое в зале то ли я что-то ну прям шибкой разницы не вижу между гоупро и тайской камерой вот но надо смотреть я просто еще не понимать но он не монтировал походу в помещении где с херово освещение гоупрошка тоже зернит либо я чуть не понимаю до угол там побольше вроде бы наверное ну как тяжело я я делал то что ему снега пришел очень водителем работать с водителя перешел в монтеров аварийку и короче постепенно я просто знал уже блять все вот каждый год пересдавали ну я скажу так я сдавал экзамен всегда с первого раза мусорного практически по моему да вот еще так получилось что у нас начальник очень хороший был нам халявы там пораздавали еще в старом районе в двадцать втором районе мост энерго мкс у нас был зам главного инженера которую начальник аварийной службы он нам сделал там конечно все эти экзамены мы все равно их пересдавали с каждым годом потом тяжелее конечно было вводили новые правила гулять было тяжело а если так по чесноку то по халяве мы получили у нас несколько человек было мы ведь молодые там ребят получили много книжек на самом деле немного очень мало очень мало некогда читать и они не любитель читать но я понимаю что это плохо что я не читаю книги очень плохо что я не читаю книги надо развиваться ну блин приходится на за счет хватки за счет хитрости какой-то хватки за счет упорства выходить в да вот сейчас выживать строить достраивать клуб и все что достраиваю достраиваю ксюха отлично ксюха монтирует тайские каникулы последнюю серию до рус да я же тебе вчера я даже помню что эти вчера отвечал да да два с половиной миллиграмма сутки вообще нормально больше надо когда чувствую что вот вот прям наступает заболевание прям первые симптомы можно разве к 3 по два с половиной грамма порошочки если чувствуешь заболеваешь и можно как бы избежать болезни вообще пусть погасить ее если болеешь то вообще херач по три раз три раза по два с половиной грамма три раза в день только не только после еды не на пустой желудок глютамин тоже можно до подкидывать витамин c это лекарство от всех болезней вот реально от всех болезней витамин c если еще в регулярно пить иммунитет будет вообще адский бешеный так что только не бросай пить после болезни также по пакетику сейчас по три херача потом по пакетику ничего не будет только лучше будет ничего он не сожгет ничего там не будет салон после еды его до комплевит вообще без разницы когда детские блюда детские витаминчики сейчас мне 17 лет задрот я даже не знаю как повлиять на человека в таком возрасте с годами все приходит все да не за что с годами приходит осознание того что блин я вот в детстве в дошкольном возрасте по моему фантики от turbo собирал я думал это смысл моей жизни блять потом когда мне купили как мне купили компьютер очень рано родители у меня был 486 по моему тогда еще пентиума не будет был блять компьютер просто адский я там в дум играл я думаю вот оно что после фантиков то важно а потом где-то в возрасте лет так 14 лет меня поглотили девочки я понял что смысл немножко еще в другом девочками гулять это да девочки но блин девочками надо тоже аккуратно ты девочки блин все разрушит чертям собачьим эти девочки привет смысле чё за жиротла в баре сэндвичи там есть пока вообще бар нищий мы ждем сейчас холодильники привезут еще пяташку привезут и расширим скоро у нас будет бизнес-ланчи пока их нет бизнес-ланчи скоро будет сырники блинчики хуинчики все будет салаты цезарь и греческие любые вот да девочки такие девочки особенно когда у мальчиков мозгов нет то эти девочки в их накручивают вот так что я это у меня найти как бы все равно такой девочкам был такой особый вкус я с такими со шпаной всякой не общался с теми которые потребляться к отношения к тебе используя с такими не общался как-то так были очень порядочные приличные как-то так да ваня интеллигент ваня до игры это окно где деградации да да это стопроцентно ну стопроцентном блин ты просто знаешь возьми вот выйди на улицу сейчас будет хорошая погода съезде в центр там погуляй походи по торговым центром в мегу в центр сходи в кино сходи еще куда-то посмотри сколько вокруг тебя народу сколько тюлек вах вася кресток и ножки сиськи пески ваще вася какие игры ты что да не половину больше половины готовы тебя забрать чтобы ты вах вах сделал а ты сидишь играешь а ну что ты за человек а открой глаза выйди на улицу блять они сейчас юбки оденут под пизду блять открытые пляжки блять какие игры в пизду вот тебе совет чувак а то блин реально посмотри посмотрите вокруг женского пола страдающего от без мужика просто блять нереально вот моя статистика вообще ужасающая сколько не знаю девочек женщин девушек блять и одинокие нету нормальных мужиков займись чувак займись делом их их немерено давай вот такие игры могут быть а счастлив хотя бы несколько ну правда на самом деле может это конечно конечно смеху очки но но суть то она на самом деле нет я не только с порядочными девочками да как бы эти потреблятки они нахуй никому не нужны не ну если ты да с ума сходишь ты пошел там куда-то работать и там со с ума сошел это тоже может быть в любой сфере согласен можно дал он лишится от чего угодно да нет девок нормальных много ребята не надо девочек нормальных очень много не там ищите хотя в принципе мы здесь все знаем где их искать явно не в клубешниках блять который в туалете ебутся блять за бутылку пива не 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 там вот в клубешниках там за бутылку пива блять вот надо где гуляют в парках фитнес клубах в таких местах где нормальные дел где пасутся нормальные телочки вот просто места выбирать девочек очень много везде и в москве и везде очень много и воспитанных и культурных разных и не курящих много ребята вы не смотрите там телевизор снимите эти очки то что вам навешивают там вы видите откройте глаза нормальных очень много очень много и которые тоже также думают что вот нормальных пацанов нет все бухают понимаете также мужики думают оон девочек нормальных нет все есть все есть очень много очень ну как в зале познакомились она я и понравился еще давно так взглядами перемегивались ну просто симпатичная девочка я давно видел месяца три наверное зале а когда у меня там были проблемные времена просто случайно ну как-то пересеклись и блин заговорили и все и понеслось встретились после клуба знаете как 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 это как судьба такая поворот в нужный момент наверно вот прям в нужный момент по профессиональной сфере сфере электрика энергетика до электрика то который с отверткой ходит ребятой нормальным девочкам не нужны ваши бабки если ты если девочка видит что ты умный не глупый по крайней мере перспективный стремящийся человек и у тебя на данном этапе нету денег к примеру ну как условно нету денег да там но главное чтобы ты был перспективным вот и все это для нормальных девочек если тебе если для девочек нужны бабки то это потреблятские бабки забей на них сразу высосут все все высосит нихуя не даст даже нормальным девочкам деньги не нужны нужны отношения и чтобы она видела что действительно перспективный качок было жопы да вот а профессиональной сфере электрика а чего не говорит 10 лет я там я не работал там из-за стабильной зарплаты на самом деле и потому что реально был крутой график день ночь три дома нет подопечных нет я не ищу и смысле не ищу смысла я отказываю всем у меня есть один товарищ с которым мы работаем он живет в астрахани вот пытаемся сделать вот весне следующего года выставить очень высокого роста вот достаточно проблематично набирать но прогресс у нас есть я вижу прогресс в массе под 120 там он уже я думаю сейчас 125 сделаем до хамер 2 вот и наберем а потом еще перерывчик потом еще наберем в общем есть но это как бы мой товарищ близкий поэтому помогают так и меня нету их-то подопечных я еще сам подопечный смысле почем обходится хамер бензин сколько жрет что ли он показывает 23 литра показывает ну кстати он показывает 23 потому что я его не глушу ха ха я могу в нем сидеть часами в холостую мажор почему мажор потому что дожигаю бензин на бипи заправляют ну исключительно на бипи практически если конечно не никуда-то далеко в поездку если в поездку то все равно много хороших заправок shell мне нравится ну или на крайняк лукойл глядь авария газпром не короче мерин ешка и кто-то еще и и бэшка по-моему 39 кузов пятерочка что-то царапнулись стоят рамсят там там по-разному можно жить смотря как там кушать ходить какими развлечениями заниматься все все же индивидуально по-разному я думаю что там если кушать самому готовить вообще копейки если есть такую еду без ну не в кафе в каф таких кафешках там недорогое то тоже можно как-то обойтись я с дочкой ездил мы в принципе мышь не буду там экономить ребенок захотел что-то поезд поел вот я вообще бегал ел рис с яйцами то все обходилось копейки там сто тридцать двадцать что любят 200 300 рублей являть миронов классный парень очень хороший мужик и и по-разному можно лобстер в каждый день жрать вообще 5 миллион там оставишь дочки 14 лет скоро уже будет на 1 июня с биографии не помню да в день защиты детей родилась 1 июня 14 лет будет мы по путевке ездили в отеле в отеле я бы поехал бы так дочь из мамы своей живет моей квартире как бы бирюлеву с матерью я бы поехал бы один может быть даже дам чартерные билеты там через кого-то можно было бы намутить но блин сейчас время такое неспокойно лучше быть учетным туристом с ребенком тем более лучше быть учетным туристом когда ты едешь по путевке если что-то случается где-то про тебя знают тебе есть информация а если ты туда летишь как бы и снимаешь и это я так буду делать если вдруг следующий раз получится я бы наверно так полетел прилетел туда нашел бы какие-то вариант по билетам и там бы нашел жилье и все надо было чопик вставить чтобы еще два дня посидел там извините я шучу как-то муж дурацкая шутка что-то мне кажется что это��는 мяктуice в москве в москве до более в очко да бывает такой соль и минералы электролитный баланс нарушается я я же говорю я минерал куплю сейчас нарзан весентуки и перестала мышцы сводить вчера вам я на кардио бегу мне вообще схватывали судороги потом все выпил меня я потом встаю из машины и пиздец свело да судя по тому что я перестал испытывать судороги после тренировок судя по всему усваиваются бля ребята какие вопросы какие какие от минералки могут быть негативные последствия в о чем какие минеральная вода блять самая полезная на вода в мире блять нарзан баку если выпирают лопатки еще даже не понимаю как это происходит смысле выпирают лопатки может на спину как-то подтягивания поделать растягиваешь тягу и верхние упражнения честно не хотите посмотреть понять что хотите ой блять с газами вредно хуйня это все я даю без газов плавно нарзан по моему без газа в интернете пишут что жить тоже вредно водой в еду запивать вредно вред блять такой бред вообще такой бред просто соль тоже вообще огонь о живухим в прямом эфире я его тип в онлайне так все все идем всех живухи ну да давайте вам расскажу свое мнение 30 человек есть по поводу запивания по поводу запивания водой всем блять протерли мозги тем что водой пищу нельзя запивать якобы желудочный сок растворяется и все и пищи не усваивается кока желудке пищи находится ребята ответьте на этот вопрос сами поищите сколько желудке задерживается вода поищите и сопоставьте все это дело вот так что и вообще на самом деле растворенная еда более жидкая она вода лишняя которая на по стенкам желудком быстренько слетает она нужна для того чтобы сухомятку вот это все проглотить ментами сухомятку тяжело я запиваю мне легко легко проглатывать такие объемы пищи допустим и вода лишняя чья покушал тут же стал пошел уже пописал она у меня уже улетела при хорошем при хорошей работе почек вода уже через 15-20 минут из вас выходит которую вы выпили через 15-20 минут вы уже пописали какой нахуй растворяет там она что-то живудочный сок вы уже ей подписать должны через 15-20 минут а еда там еще лежит гулять вот поэтому и какие здесь бонусы и плюсы а то что желудок постоянно с едой заполнена равномерно как в тарелке до залили жидкость она равномерно распределилась и стенки все закрыты соответственно плюс в чем никаких язв никаких гастритов а когда человек есть сухомятку вот он наживал блять эту хуйню ели проглотил вот он ест допустим ест сухомятку да и вот этот ебучий комок там так и валяется в желудке и воду он не пьет а желудочный сок сука сам себя начинает желудок разъедать нахуй к ебеням до гастритов и до язв вот это вот реальная проблема а то что еда видит видите ли не усваивается растворяется водой заебись там все усваивается она стекла и еда усвоилась а вот когда комок сухомятки лежит в желудке блять болтается там стенки желудка разъедаются желудочным соком и блять вот этих вот сухоедов которые не запивают водой засуньте им блять кишку с глазом блять желудок у каждого язва и гастрит и ходят блять больными желудками все блять поголовщина ебучая а те кто запивает даже блять малейшего признака нету язве блять или гастриту вот у меня дочка блять сухомятку для херачила еще блин у меня был бомин брошевельской колбасу бутерброды блять и нихуя не запивали это шли до того чтобы гастрит блять у ребенка это уже было давно еще маленькая была вот это пиздец называется блять мамаша дотянула не один раз пихали шланг блять этот ебучий я думаю у меня там пиздец желудка муха не будет нихуя себе тут даже подозрения на гастрит даже нету не то что там какие-то язвы у меня просто был один раз вызван механических обы сдавливанием по острый панкреатит был один раз я короче нажрался жирного семги риса блять затянул ремень и пошел тренироваться буквально сразу я себе вызвал как бы сам блять вызвал приступ острого панкреатита вот мне тогда было хуёвенько мне тогда блять кишку блять пихали не могли понять от чего вообще что со мной происходит они сунули они охуели в желудке идеально все это было два года назад 2003 год назад а вот сколько я не встречал этих которые сухую сухую едят не запевают ой извините не запевают не блять вечно проблемы до приора маленькая приорка май борода привет я тебя видел орешки орешки это круто орешки это белок и полезные жиры очень очень хорошо здорово здорово блять я уже устал если честно ехать блять я доехал до метро варшавской сколько их можно ну блять не знаю сколько можно смотря для чего на массе да сколько угодно на сушке чуть-чуть совсем еду в инферно с центром уже блять второй час на не еду ссать хочет у меня грудка с собой а сейчас творожку наверно хапнул я иногда чередую творог грудки творог грудки потому что руки у меня к юбаней букашки сука что что муж дел и ол торчок я видел туда я я смотрел вчера перископ полерона я на него вчера подписался заплатите мне 5000 рублей я вам покажу как бицепс в смысле гриф гриф пустой гриф поднимать на бицепс а-а-а да начи нормально угорают он там тролли так и боже плащи у меня на канале я думаю я тут матом ругаюсь туда помойка там вообще такое творится у пол пол ты не поеду я не хочу туда стоять прямо общаться я вижу да дублер вон справа летит вон он я вот стою вон дублер чеки тануки ёрш да нахер я тут до телепаюсь потихоньку я не люблю вот эти все туда-сюда тыркаться блять я не то что из-за машины даже что мне там неудобно меня ни на какой машине так особо не тыркался цели какие на год получить про карту клуб поднять повыше до москва да никаких политических взглядов не придерживаюсь я смотрю за курсом доллара за нефтью и не больше мне ничего там не интересно да если все друзья играют это не значит что нужно тоже взять и играть в компьютерную пусть сидят блять ты просто посмотри на них что у них есть что у них есть в реальной жизни кроме того что они задротит ничего нету ничего а ты добейся того что у тебя было что там машина блять квартира бизнес какой-то не знаю что то такое вот поверь они тебе они перестанут быть твоими друзьями если будешь задротить с ними сидеть они так и будешь блять с ними задротить друзей а если вот так вот пройдет какое-то время ты на нормальной тачке заедешь так к дому вот принарядишься нормальную тачку возьмешь будешь работать что-то здесь в этой жизни да еще если с девочкой так вот у вас от персик мимо пойдешь они все они перестанут быть твоими друзьями потому что они как играли так и играли а тебе не скажут о зазнался он зажрался о блять еще что-то на такую тему будут гнать это все равно что вот алкаши блять у меня нахуй ровесники как сидели блять 20 лет назад бухали возле подъезда так блять я приезжаю так блять и сидят бухают юбаном урок естественно как они на меня смотрят вот эти вот алкаши да пиздец как там сплетни хуеть не всякая дерьмо на меня выливают а почему потому что я с ними не сижу не бухаю эти 20 лет блять да я как вам сказать все ну за счет хватки за счет какой-то упорством здорово вот за счет упорства хватки смекалки я как бы такой саморазвивающий человек я очень пока тренировал людей много лет общался с людьми от них от самообразовывался узнавал вообще как какие дела делаются как очень чем люди рискуют кого какой бизнес как они его там какие-то основные такие моменты все это дело запоминал все это дело скапливал было много разных предложений там но когда ты никто ты просто тренер какой бы тебя клиентом богатый небо и как бы с ним пизда то вы там не общались что он ты не обещал что там он давай чувак свой клуб построим не таких предложений был миллион блять чуть и не от каждого клиента на там богатого и когда тело доходит он будет ну ладно эти дам денег давай бизнес-план там давай там еще чё-то хуя ты даже бизнес-план составить не может мозгов нихуя нет ну даже если ладно ты даже бизнес-план составишь тебя не ходит у денег все равно не даст потому что у тебя них хера нету кто тебе даст денег чтоб их проебал нахер надо ну все элементарно на клуб скажем давай 15 миллионов или 20 да он блять на проценты их отдаст банк нахуй заработать узнать сколько денег а тут он будет рисковать твоим клубом вот приходилось самому начинать сети брать торговать вон с багажника спортпитом на кого развозить возить такую херню барышек открыть магазинчик то все и так развиваешься когда ты уже у тебя есть какой-то бизнес опыт ты уже с другими людьми общаешься тебе уже проще партнеров искать фитнес-клуб я строил своими как бы знакомыми ребятами которых я уже знал вот два партнера у меня было изначально скинулись они бабками там небольшая сумма была вообще блять я его строил у меня два моих брата двоюродных дядька яма четвером его строили своими руками у нас не было строительных компаний у нас не было каких-то батараков мы сами хуярили своими руками поэтому удалось сэкономить с хуеву тучу миллионов на строительстве материале там где-то все потому что никто ничего не пиздило и потом с предпродаж достраивали сейчас клубе ситуация другая сейчас мне один партнер те два партнера продали свои доли вот и сейчас у нас сифти-фифти а было 33 на 33 сейчас стало 50 на 50 с моим новым партнером ну вы же понимаете что я как бы везде говорю позиционирую что это мой клуб это нужно больше для развития для медийной составляющей того же клуба для имени клуба это нормальное явление вот я ни от кого никогда не скрывал что у меня финансовые партнеры было двое сейчас один ну как бы сейчас один который выкупил доли вот ребят зарабатывать было всегда тяжело тяжело поднять свою жопу блять и начать что-то делать вот это тяжело когда начинаю что-то делать остается только делать 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 рано не сачать что ты делает рано или поздно результат будет все равно вот тяжело поднять жопу блять да конечно очень тяжело сейчас не то время когда клуб блять бомбил по страшному когда планы в клубах были по три по четыре миллиона такого уровня как у меня клуб да там клуб блять три четыре миллиона да там в оборот делал пять даже делал час блять конечно в 2 то есть два с половиной раза меньше вот но все равно можно блять ну как-то можно мне допустим сейчас смотрите вот я бы за ну вот мы бы с партнером заработали какую-то сумму денег сейчас например за этот месяц но мы в ебали полляма в кондиционеры и кстати сегодня ночью ставят уже мне отдали там это информация что их уже привезли три кондиционера три сплита ставят полмиллиона блять четыреста восемьдесят шесть кусков я сейчас ставлю кондиционеры вот 2 больше двухсот тысяч ушло сейчас на бар вот считаете 700 где-то с лишним мы сейчас с этого месяца с оборотки в ебали в клуб и у меня такой подход блять как бы будем дальше развивать у нас много чего много там вечно люди одному то не нравится другому это я не могу взять и всем все сделать одновременно но все равно стараюсь потому что у меня бы нихуя ничего не было вообще когда начинал клуб строить мне блять нихуя ничего не было вот я всю жизнь не блять всю жизнь туда положил риск был огромный блять риск был просто огромнейший но все равно получилось построить еще достраивать до у я потолок там у нас блять с дырками сука надо освещение там нормально сделать туалеты блять туалеты плиткой обложить это пидорасы блять сидят на будет козявки блять на стены вот так стены покрашенные гипсокартон сидят блять козявки на кровяные свои блять ну пиздец блять сука ты ж сюда ходишь срать блять неужели тебе блять не противно сидеть и на стенах твои ебучие козявки размазанные блять урод ты блять конченый вот вот надо плиткой обложить еще туалеты до этого мы тоже доберемся все время работа кардио хотелось бы добавить вообще хотелось бы в зале еще зону растяжки сделать отгородить немножко такими стоечками там с цветочками блять сделать зону растяжки блять блять коврики нам и валяются по всему залу кто где бардак заколебал планов много я считаю что все это то что мы туда вкладываем дело в том что у нас позавчера наконец-то сделали вентиляцию нормально вывели ее и она не из земли сосала уже вывели ее там нормально блять там сейчас без кондиционеров так охуенно стало я знаю что мы то лето без кондиционеров нормально выжили потому что у нас летом там прохладно реально прохладно но мы все равно сука ставим кондиционеры чтобы все равно было комфортно я бы мог эти полмиллиона вот с партнером поделить нахуй поехать еще раз тайванд но сука вот так я знаю что это надо если мы не будем туда вкладывать клуб это пиздец она просто заднюю включить рано или поздно я хочу черную плитку такую глянцевую черную плитку ее хоть можно помыть просто гипсокартон вот это покрашенный блять стенам это пиздец срачник конечно понятное дело что это не не элитный клуб там отделка не такая там космическая блять но стараемся у нас фишка в тренажерном зале зал групповых не ебовый размеров и тренажерный зал с набором тренажеров вот наша фишка все остальное это уже как бы сервис или приятные моменты в том же толчке черным глянцевым посидеть да пиздец я еще в дороге на юг он метро южная сейчас справа будет ребята я бы нет ни если бы мне порадал партнер по дешевке мне просто не было денег я бы мог купить как бы эти доли у меня нет денег я бы мог сам выкупить эти доли наверно теоретически блять но первое право было у меня я как бы написал что я не против что но это мой знакомый покупал эти доли вот я бы не знаю я был бы рад если бы у меня появились деньги я бы открыл свой в одно лицо вообще свой клуб новое еще в одно лицо чтобы из двух мест как-то было вот одно место это всегда риск надо чтобы там капала там капала там капала если один куда-то пошел чтобы 2 за счет 2 можно было вытянуть вот кривого да у него несколько но у него немножко наверно не такого уровня поменьше поменьше и как-то так или там несколько просто но у него ребят я просто могу я знаю что у кривого я знаю мы с ним общались да я знаю я просто не имею право рассказывать что у него там зачем так что извините блять то что знаете то и скажу что у него их несколько а какие там фишки какие там моменты я вам не имею право говорить и да и сам я толком ничего не знаю так мы с ним позорили у нас 1100 еще 100 полезной площади я имею ввиду там где люди ходят гуляют что делают залы вот и чувство наконец-то я поехал целых 60 километров в час еду у вас ну ты чувствует еще не самая большая это средняя хорошая площадь на мой взгляд это полтора шка вот было бы у меня полторашка я конечно развернулся покруче конечно развернулся покруче до 320 лошадей да он на самом деле ребят знаете какой шустрый блять хомяк вообще я очень доволен и просто счастлив реально у меня балдеют эту машину до машина который я подхожу во первых я и сам любуюсь какой он охуенный я сажусь и кайфу я смотрю блять это же мой я просто мечтал как бы не нравился хамер всегда реально мне эта машина приносит массу положительных эмоций я ничего больше не хочу хоть он и старенький да я понимаю что можно взять новый гелик там да вообще будет там мне не хочется этого ничего мне вот он устраивает просто блять мне очень нравится и он знаете очень шустрый он блять со стартах у еще вот на светофоре большинство наверно хуй догонит и по трассе тоже так 140 блять у едешь блять как на яхте пугаешь дамо узло вот на узло кенвуд ну там пару пару таких малюсеньких саб стоит пару малюсеньких в нем этих вообще с очень малюсеньких динамиков и как бы это узло мне не очень нравится так немножечко так бомбит но не особо переделывать бы надо антенны никто и не работает но я не ввозил очень никуда вообще я даже капот не открывал ни разу а здесь все есть здесь вам взять 5 режимов на кубокировки 4 прямой 4 чертам с замком и щупинка тут все есть вот они видите блять я уже за 950 я взял вообще очень доволен по них ухты блять ха шлюха походу стоит она торчи блять жопа голая из окна машины блять уже на работу вышли стоит раком блять тело тело в окне ляжки головы и снаружи из машины торчат блять а такое палево да вот под мостом на янгеле так что я считаю что по цене взял я не думаю что за миллион двести такого же года там были за миллион двести за миллион триста я не думаю что они были бы лучше у этого вообще вон у меня люстра тут и на капоте блять и на крыше вообще нормальный такой я очень доволен пиздец 950 это самый низ рынка был по москве спасибо давайте счастливо за лайки ну вот кстати заебись время в пробке убивать я правда мало ездил в центр очень редко очень редко я вот до инферно вот кстати наше инферно светится вон видите впереди вон вон вывеска блять вот а паркуюсь я вот так ребята смотрите сейчас люди разбегутся нахуй вот так вот опа опа прям нахуй на остановке блять сейчас потихонечку вот сюда подъедем на пешеходном да да похуй здесь хорошее место сейчас с этой стороны вот стану так вот вон наше инферно видите кто угадает сколько это вывеска весит в блять сколько стоит в лес мысли стоит стоит не не ребят не весит не весит сколько стоит она в производстве ага сейчас сто тысяч нет у нас стоит почти полмиллиона я охуел угадали почти пол ляма да я охуел я охуел я охуел я охуел да но она не китайская вот на перекрестке вот там буквы которые гаснут каждый месяц это китайское говно это не китайское там какие-то европейские материалы вот она уже год горит ни разу ничего не потухло там какие-то хорошие материалы ну я не помню я долго с ней как бы боролся все-таки мы раскошелились ребята не зря это самая крутая реклама эта вывеска приводит больше всего людей в разы чем любая другая реклама вот там опа центр красоты ха там еще была другая вывеска чуть ее сняли хуя себе вон кстати этот стоит ренджик вот вон видите блин за зеркалом мой бывший ренджик влад его затонировал ну да владу про ну как раз вот своему партнеру и продал я знаю что чек горит надо поехать эти лямбды вот чё за машина лямбды поменять там или это катализаторы блять они у всех горят десятилетних машин блять эти чеки из-за этих ебучих лямбды в катализаторов 14 градусов показывает таки его о светлана пошла на тренировку матис так посещаемость клуба за день ух я не знаю это выгрузку надо из программы делать я думаю человек 700 точно проходит 500 может хотя нет пиши нами загнул нет человек может быть 400 бывает на им за день если за целых за сутки 12900 годовой абонемент народ весь зал прет сколько он всех смотрю народ весь знакомые лица все в зал ну делаем определенные анализы доделаем ребят я побегу потому что мне дико хочется ссать вот я побежал короче давайте может еще все не включимся с кардио побегу я поработаю чуть-чуть поем сейчас давайте спасибо что помогли мне время убить тренировка не знаю тренировка не знаю на тренировке не очень хочется отвлекает давайте ребят счастливо